Генсек ООН Антонио Гутерриш осудил военный переворот в Судане. Он потребовал немедленно освободить премьер-министра Абдалу Хамдук и других задержанных государственных деятелей. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бочелет призвала военных воздержаться от непропорционального применения силы и уважать право граждан на мирные собрания. В ночь на понедельник группу представителей командования арестовала премьер-министра, членов правительства и некоторых известных политиков. Это произошло после того, как Абдалла Хамдук призвал сограждан выходить на улицы с требованием передач власти гражданским лицам. Председатель Переходного военного совета Судана генерал Абдель-Фатах Эль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и распустил кабинет министров, а также сам совет. По его словам, вооруженные силы будут удерживать власть до июля 2023-го, когда в стране должны пройти всеобщие выборы. Из Судана тем временем поступают сообщения о массовых выступлениях противников военного переворота. Некоторые демонстранты в Хартуме поджигали покрышки, которыми военные перекрыли проезд по автотрассам. Оппозиционное объединение Комитет врачей сообщает о погибших и раненых в результате разгона протестных выступлений. Переходный военный совет удерживал власть в Судане с апреля 2019-го, когда в результате переворота на фоне массовых антиправительственных выступлений после 30 лет правления был свергнут президент Амар Аль-Башир.